Любовь к своей стране начинается с малой родины, место, где человек родился и вырос. Так считает Василий Алексеевич Селиндеев из села Средние Алгаши Цельминского района. Он всю свою жизнь посвятил воспитанию подрастающего поколения и краеведению. Василий Алексеевич 35 лет проработал в Новоалгашинской восьмилетней школе, учителем географии и завучем, был одним из основателей музея по краеведению и истории села. Первая книга «История средних Алгашей. Родословная» была выпущена им в 2012 году. Над ее созданием Василий Алексеевич работал совместно с женой, Марией Алексеевной. Но, по словам краеведа, начал ее писать Исмаль Тимбрукович Сандеркин, который родился в селе в 1880 году. Наша деревня, она была, по нашим данным, в 1600 году. Вот с тех пор, да, в то время, приехали, ну, пришли к нам в нашу деревню два чуваша по имени Шинкарей и Тархан. Шинкарей и Тархан. Они основали нашу деревню. А после Тархана Шинкарей пришел сюда Эльменюк, третий человек. Они основали деревню рядом с рекой Цильна. Согласно переписи, 2010 года в средних Алгашах проживало 407 человек. Основное население – Чуваши. Интересно, что до сих пор многие из жителей села придерживаются старой языческой веры. Наша деревня, она некрешенная. Примерно, да, некоторые у нас крестились где-то в 1850-х годах. А когда приехал сюда Яковлев Иван Яковлевич, он был удивлен, что здесь живут яточники. Но до этого еще приходили к нам и русские, и из соседнего села Мудлы, чтобы мы принимали мусульманскую веру. А впоследствии приезжали сюда другие церковные работники, как православные. Они хотели, чтобы мы принимали православную веру. Жители села Средней Алгаши отказывались принимать другую веру и оставались язычниками. Даже те, кто однажды принял христианство или мусульманство, по словам краеведа, вернулись в язычество. У нас в итоге в деревне во времена Яковлева где-то 8 дворов было крещеные, а все остальные являются язычниками. Языческие веры. Вера природы. И наша вера как бы зависела от природы. Обычаями и традициями села, где живут язычники, сегодня интересуются многие ученые-исследователи не только российские, но и других стран. Три года назад село посетил англичанин. Его интересовало все, что касалось языческих обрядов. А в августе этого года на два дня к Селиндееву приезжал профессор Токийского государственного университета иностранных языков из Японии Синдзира Казама. Он тоже расспрашивал про обычаи Чуваши села. Он узнал, он знает, что по речению ЮНЕСКО или по данным ЮНЕСКО язык тюашский постепенно исчезает. А он говорит Синдзиро Казама, японец, что тюашский язык – это самый древний язык на Земле. От тюашского языка появились, образовались многие народы тюркской группы, язык многих народов тюркской группы. На сегодня Василий Алексеевич вместе со своей женой издал четыре книги. Но на этом он не останавливается, продолжает заниматься сбором информации о своем селе. Пишет родословные, записывает местный фольклор. Он уверяет, что история его села настолько богата, что писать ее можно еще долгие годы. Ирина Антонова, Николай Ларионов, Марат Мегдеев. Новости Управда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова